Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Это тоже понятно. Понятно, хотя тут уже сложно, сложно всё время быть правдивым, сложно никогда не врать. Талмуд рассказывает историю о человеке, которого звали Рава, человек, который считал себя очень правдивым человеком. Так он и говорил, я когда-то считал себя человеком правдивым, я думал, что я правдив. Пока я не встретил другого человека, которого звали Равтовод, и он сказал мне, ни за какие деньги, даже за самые большие сокровища в мире, я никогда не совру. Потому что как-то довелось мне жить в городе, который называется Кушта, правда. В этом городе никто никогда не врал. Такой был обычай людей, что лжи даже в мелочах у жителей этого города не было. Этот человек, Равтовод, поселился в этом городе. Был он человеком достаточно правдивым, они его приняли. Он женился на жительниц того города и жил там долго и счастливо, пока однажды не заглянула соседка. Соседка заглянула не очень вовремя. Жена этого доброго человека в этот момент занималась какими-то личными делами. И вместо того, чтобы сказать, она сейчас занята, она сейчас не может выйти к вам, он сказал, ее нету дома. И его жена умерла. Потому что долго жительство обеспечивалось честностью. Жители города ему сказали, извини, друг, тебе не место у нас. Ты не выдерживаешь того уровня правды, который требуется, чтобы здесь жить. И выгнали его из этого города. Трудно всю жизнь говорить одну правду и только правду. Хотя, конечно, правду говорить легко и приятно. Это история байка, притча, но намек в ней есть. Правду говорить трудно. Мы очень часто обманываем в мелочах. Итак, есть заповедь. Не обманывать хотя бы ради личной выгоды. Продолжение следует...